Привет, интернет! Это Игорь из Австралии, в которой сегодня по какой-то причине нет солнца, и тема сегодняшнего видео – сами австралийцы. В моих предыдущих видео я рассказывал о стране, об устрое жизни здесь, но я еще ни разу не говорил о людях, которые здесь живут. В контексте данного видео австралийцами я называю тех людей, которые непосредственно здесь родились и выросли. Всех австралийцев я условно разделяю на две категории. Первая категория – расслабленные, и вторая категория – рабочие. К категории расслабленных, как правило, относятся молодое поколение. Молодое поколение, которое непосредственно вовлечено в культурную жизнь Мельбурга. Эти люди любят встречаться на кофе, они занимаются альтернативной жизнью, они одеваются как-то необычно, и возраст для этих расслабленных людей не помеха, потому что много расслабленных людей среди 30-летних здесь. Расслабленные люди, как правило, работают буквально 2-3 дня в неделю, им хватает этого заработка, чтобы заплатить за жилье, купить себе еду и на другие расходы. Другую же категорию австралийцев я называю рабочими. К этой категории принадлежит мой сосед. Этот сосед появлялся на стройке уже в полседьмого утра. Он начинал работать с рассветом и заканчивал с закатом. Но он не существовал в выходных, он мог работать целыми днями. И много австралийцев, таких как он, много австралийцев здесь занятых среди рабочих. Как правило, здесь рабочими специальностями, таким как строительство, обслуживание, занимаются сами австралийцы, то есть белые люди. Что странно, в эти специальности довольно сложно попасть иммигрант, так как они заняты все вместе. Офисные специальности, как правило, заняты иммигрантами. Много китайцев занято в бизнесе, много индусов занято в IT. Так же, как и австралийцы на самом деле. Австралийцы это те люди, которые говорят на английском языке. Но они говорят со специфичным австралийским акцентом. Акцент этот отличается от английского акцента и отличается от американского акцента. По приезду мне было довольно сложно их понимать. Несмотря на то, что я знал весь лексикон, который они используют, потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к произношению, которое они здесь используют. Одним из мотивов моего приезда в Австралию было разобраться в том, почему австралийцы более жизнерадостные люди, чем люди у нас в стране. Они более жизнерадостные не потому, что у них нет здесь проблем. Проблемы есть у всех и проблемы есть в любой стороне. Даже здесь в Австралии, как мне кажется, довольно хорошим состоянием дорог, постоянно существуют водители, которые критикуют, которые чем-то недовольны. Так вот, они здесь жизнерадостные не потому, что у них проблемы отсутствуют. Они здесь жизнерадостные потому, что они относятся к этим проблемам по-другому. Они их не воспринимают близко к сердцу, возможно потому, что даже в худшем случае правительство о них позаботится. Другой причиной жизнерадостности будет пофигизм. Пофигизм, который свойственен расслабленным людям. Австралийцы уверены в себе люди. Они смотрят тебе в глаза и они довольно легко идут на контакт. Спросить, как тебе куда-то пройти или спросить какой-либо другой помощи, так как позвонить по вашему телефону, здесь не составляет никакого труда. Здесь люди очень дружелюбные и они уверены в себе. Достаточно для того, чтобы разговаривать с незнакомцами. Австралийцы, как правило, высокие. Я помню, в России все время переживал по поводу своего роста. У меня рост 185 сантиметров. Я постоянно сутулился, потому что мне было некомфортно быть выше других людей. В Австралии же довольно много высоких людей, которые значительно выше меня. И они не просто худые и высокие, они действительно высокие, крепкие люди. Причиной для этого послужило, возможно, то, что здесь более благоприятные условия для роста таких больших людей. Что еще довольно сильно бросается в глаза в австралийских людях, это то, что они довольно энергичны. То есть здесь можно встретить женщину, которая весит под 80-100 килограмм, но энергии у нее столько, что довольно страшно находиться в ее присутствии. Причиной наличия такого большого количества энергии является то, что здесь более здоровая пища. Что касается образования. Как я уже сказал, австралийцы делятся на два типа. Расслабленные и рабочие. Как правило, эти расслабленные люди, они могут вообще не ходить учиться. То есть они могут не получать даже среднее образование. Причина эта в том, что человек может проработать в супермаркете или в кофейне всю жизнь и получать достойную зарплату. Если кто-то из расслабленных идет учиться, они, как правило, идут учиться на креативные специальности. Такие как искусство, дизайн и медиа. Также часто австралийцы идут учиться на юристов. Но из всех людей, которых я здесь встречал, кто учился на юристов, они, как правило, эту специальность либо бросали, либо они не стали работать по этой специальности, потому что она им показалась довольно сложной и неприятной. Среди рабочих австралийцев довольно распространено наличие большого количества специальностей. То есть здесь, если человек пошел учиться, он не так, как Россия, учится один раз в университете, когда ему 18 лет, а потом он работает всю жизнь по этой специальности. Здесь довольно распространена смена самой специальности. То есть здесь у человека может быть до 7 специальностей. Со мной на факультете информационных технологий учился мужчина, которому было уже за 40 лет, который всю жизнь проработал учителя, и сейчас вдруг решил поменять профессию. Так как программирование было его хобби, и он решил после 40 лет стать программистом. Здесь это довольно нормальное явление, и здесь можно поступить в университет до 50 лет. Что касается рабочих. Как правило, рабочие специальности здесь заняты молодежью. Здесь в рабочих специальностях довольно много парней от 16 до 30 лет. Как правило, эти молодые парни выбирают строительные специальности, потому что там хорошо платят. Но это не значит, что они будут заняты на стройке всю свою оставшуюся жизнь. Они работают на стройке обычно до 30 лет, и потом уже переучиваются в университете на какую-нибудь офисную специальность. Австралийцы, как правило, очень терпимые люди. И это очень помогает, допустим, в изучении английского языка. Когда я приехал в Австралию, я очень стеснялся говорить по-английски. Для меня это было некомфортно, и я не хотел звучать, как один из тех иностранцев, которые говорят на ломаном языке со мной в России. Вот так как в Австралии люди более терпимые, здесь не составляет никакого труда научиться говорить по-английски. Даже если ты будешь изъясняться на ломаном языке, они с терпением выслушают тебя и продолжат разговор. Вот такое сегодня видео получилось, так что я рад, что я сегодня утром встал, чтобы снять вам этот вид Мелбурна, потому что солнце после обеда обычно идет со стороны города, солнце попадает в эту сторону, на камеру, и тогда бы у нас не получилось вот этой красивой панорамы, которая сейчас появилась. Я сейчас нахожусь в парке Киилл, это довольно хороший район, потому что он находится не так далеко от города. Отсюда до города ехать по шоссе около 10 минут, и здесь не так шумно. В сегодняшнем видео я рассказал вам о том, кто такие австралийцы, какие они люди, что они из себя представляют, чем занимаются в жизни и какая у них мотивация. Сейчас, согласно новой традиции, я покажу вам панораму того места, в котором было снято это видео. Надеюсь, оно вам понравится, и спасибо большое за внимание, что смотрели это видео. И, пожалуйста, если у вас будут либо вопросы, оставьте их в комментариях под этим видео, я обязательно на них отвечу. А объемные вопросы я постараюсь осветить в одном из ближайших видео. Лайкните мое видео и подпишитесь на этот канал, если вы хотите получать обновление видео об Австралии. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok